Всем привет! Уже просто сломали нам мозг. Это очевидная правда. Где чародейки между комментариями? Где чародейки? Где чародейки? Я просто покинул некоторые. Ну реально просто заболели и с ума сошли. И они писали не потому, что нас достают, типа, где чародейки, когда они будут, а просто реально... Ну вот случилась беда с человеком. Паранойя уже такая. Нет, не паранойя, типа, где чародейки. Паранойя это когда, типа, везде чародейки. А это прям вот, я не знаю... Вот, чародейки, ответ на вопрос, который всё время мучил нас, не вас. Мы переехали в новую хату. До этого у нас не получалось сниматься нормально. Будем это видеть в каждом видео. Последний месяц мы реально сменили пять хостелов, наверное, если не больше. Потому что мы шатались, не могли найти место, нас выгоняли. И вот мы нас приютили в последний вот хлеву здесь, в Назарете. Мы сейчас находимся с Рубиной. Это третья серия. Я ещё раз напоминаю для всех творческих людей, которые хотят частичку себя оставить в этом видосе. Мы используем в обложках, я, по крайней мере, занимаюсь тем, что их делаю, ваши арты. И они становятся центром всей композиции. Вы можете в Телеграм под специальным постом скинуть какой-нибудь тематический арт, допустим, уже на четвёртую, пятую, неважно какую серию. Желательно в поезда, но там мы уже с вами договоримся. И ваш замечательный рисунок и арт сможет оказаться на обложке. Тем самым увековечив ваше имя и в описании, и, соответственно, на обложке. Ё-моё! Не стыдно! О, бабка! Чего на всех сидит? Не стыдно, скамейку заняли, сидят тут. Семечки, щёлки. Могучие, грозные, внушающие ужас. И после первого же поражения хнычите. Изменники те нарыва так уже были у нас в руках. А что, кроме них двоих, мстить уже некому? И я бы желала, чтобы оплатилась Эллион. Эллион? Ах, вы не можете справиться с дворцовой стражей, но готовы сразиться с их всемогущей королевой. А что Эллион тебе сделал? Он тебе вообще пара друга считала. Вообще, это ты её кинула, братья такая. Реально, помнишь, что было в конце серии? Что, за что мстить-то? Да, я помню. Ну, за то, что она её в тюрьму посадила. А, ну да. Ну, какой-то недостаточно объёмный гнев для персонажа. С другой стороны, стражницы. Я пытался подрезать им крылья, но... Похоже, ты действовал слишком грубо. Чем резать крылья, быть может, лучше сломить дух глупых девчонок. Да, ты отправишься на землю с тем, кто сможет затеряться. О, прикольно. С песочником. Что ж мы не подведём? Мухи не узрят паутину, пока не станет поздно. Чё, у бабки железная рука? Она, чё, зимний солдат? Чё за прикол? Не знаю. Реально, прикинь, она такая... А Меринда, кстати, Миранда, вообще-то. Я из-за тебя ещё её Мериндой называть. Она, кстати, прикольный персонаж. Ну, в целом, если так посмотреть, она не тупая. Это, ну, это всегда радует. Тут почти все тупые. Да. Типа Эллион. Конечно, папа-бавка дворовая реально раздражает. Мне стыдно. Вот если б я был одним из этих... Я, не знаешь, кем бы был? Будет... Типа Эллион. Стыдно. Эллион. Раздавил бы нахрен. Блин, ненавижу людей, которые меня стыдят. Кремушек, кремушек Чтоб не трескалась рожа твоя Все уже жухлая Корнелия в купальнике была только что, ты увидел? Да Тут Корнелию сейчас со всех сторон покажут Это вообще сериал про Корнелию Ну нет, это скорее сериал про Вилл Да ладно Мы сильны, дружны, не троги труда Сперед шел наш мир Отла, отлет, завеса, креста Чем наверняка Сколько этих глазей Еще там даже половину не показали Не свернуть с пути На шанс Ну типа это первая волна Я не могу реально mortal kombat Я каждый раз, когда слушаю Там вообще написано changes, перемены Я, кстати, когда скачивал, там везде, на каждую буквально Там 26 серий Они же должны как-то адаптировать на русский язык, поэтому это нормально С значит цель Только почему С, почему не А, Б, В, Г, Д Почему не по нашему алфавиту А, потому что серии 27 А у нас 33 буквы Ну да Ну да Она рванула к директрисе, так можно и на контрольную опоздать Что? Только не это Ты не учила? Знаешь, ты беготнёй, так легко забыть о среднем вале Ох, мама не простит, если завалю тест Класс, уберите учебники И помните, что любой разговор приравнивается к подсказке Стиш, у неё начинается проявляться какая-то суперсила Я тебе говорю, она наместница той бабки Я не знаю Ты точно не помнишь? Или ты мне... Ты помнишь? Текст, ты прочитал А что-то не надо мне вопрос задавать Ладно, всё, я заткнусь Второй номер мимо И Линкольм пишется не так Что? Ох, пошли глюки При твоей успеваемости надо быть благодарнее Заткнись Ты же калькулятор А контрольная по истории Если понадобится помощь, я... Прошу к директору Позор нарушителям дисциплины Чё произошло? Ага Смотри, смотри, смотри Смотри, смотри Нет, подожди, стой Смотри, смотри, смотри Ди пора на задавать вопросы Да, 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 смотри Почему я слышу? Как ты со мной говоришь? Извините Привет Давно здесь? Нет Только что Меня зовут Мелинда Она вообще Вы нас за идиотов держите? Её зовут Мелинда Мелинда Это во-первых, да? Во-вторых, у неё такое же лицо Чародейки что, Меринду не видели? Ещё как видели Ещё как видели И что, они её не узнают? Ещё и имя Меринда Мелинда Блин, Миранда Ну вот так Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые? Вилл Я молодец Наконец-то начнут искать Эллион её предков А в чём дело? Они уже давно исчезли А никому нет дела Я убедила миссис Никенбокер вызвать полицию Прикол Наконец-то кто? Прошёл Прошёл год Кто-то заинтересовался Эллион и её родителями У них же там была какая-то социальная жизнь Друзья, там, знакомые Тринадцать лет они прожили в этом городе Ну, и всем было посрать год Да мы уже привыкли, что этот город картонный И всё, что там происходит Всем вообще абсолютно плевать Ну ладно, они, может, были такие социофобы у родителей Само, может, ни с кем не общались У них же даже родственников не было Помнишь, или он жаловал, что никто к ним не приезжает? Ну в школе-то должны были как-то забеспокоиться Нету человека полгода Может, как-то позвоним или выясним Вообще без всяких свидетельств человек пропал Да не, ну это тут докапываться Здесь на улице варханалии происходит На скейте катаются орки И никто это не замечает Мы тут за пропажу какой-то девочки с её орками-родителями Ну, мне пора на урок Надо написать контрольную Здорово! Я тебе отвечаю Это сестра Фарагонда Я не могу, я не могу Это, возможно, Фарагонда просто в параллельной вселенной Да, кстати, если рассматривать Это как параллельные вселенные Здорово! Видите ли, Ваше Величество Если западные наберцы будут выпасать хугонгов к востоку от западного Нобера А восточные наберцы к западу от города Восточный Нобер Стада восточно-ноберских и западно-ноберских хугонгов Неизбежно смешаются И просто пернатый географический хаос Это невыгодно и всегда было невыгодно Как для восточного Нобера, так и для западного Нобера Ноберцы, разумеется, сейчас я говорю о восточных Ноберцах Ранее согласились во избежание недоразумения Хугонгов к югу от восточного Нобера А в чем проблема забора поставить? А в чем проблема? Почему у него нет какой-то десницы или чуваков? Десницы? Ну Которые еще интриги будут плести Нет У меня есть сын для вас Ну а что ты хочешь? Нет Почему нет людей, которые всеми этими мелкими вопросами занимаются Как говорится у нас в стране, президент всем не может заняться Ну типа, где вот эти министры? Где эти плохие бояре, которые все время просираются? Депутаты вот эти Он пришел, сказал, это дело не какой-то мелкой важности Так это дело мелкой важности Мои угонки перемешались с другими угонками Я не додумался поставить забор, потому что мы тут все кретины Блин, задача хорошего лидера найти хороших исполнителей Которые все будут правильно делать и докладывать честно А Вилл говорит, да? Да Я обдумаю ваши слова Это был переодет и хугонг, серьезно Прави, такая скука Тебе что, не интересны споры о выпусках хугонгов? Отдай все, бланк, и спор решен Я поняла Вот ответ на твой вопрос Бланк хочет быть десницей Нет, он имел в виду покушать хугонгов Нет он такой Нет, отдай все вопросы бланк Я подумала, он хочет их покушать Между прочим, бланк не такой тупой, хороший предприниматель Да бланк вообще У него очень неординарное бизнес-мышление Построил бы тут... На жвачке и линолеум Да Это где-то между восточным набером и западным набером Я королева, толком не побывшая принцессой Где же мой первый бал? Где прекрасный принц? Мечтала о замке на облаке, а что получила? Бедная эта женщина, которую избивали буквально Ее дочь отправили в сексуальное рабство Два месяца назад Она только получила амнистию Потому что пришла новая правительница И начинается А где мои танцы? Где мои пункты? Или он вообще, конечно, зажралась Ладно, плевать Это маленький инфантильный ребенок Маленький инфантильный ребенок В тавтологии Архитектор со схемой канализации Она очень красивая женщина Не замечала, не знаю Не обращала внимания Вот ей идет полнота Она прям, не знаю, хорошая Нет? Я не думал, что буду обсуждать с вами кухарку в чародейках Но что думаете? Мне кажется, горячая женщина Калипсор на согласие Что происходит? Что за прикол? Как это работает? Ладно, я выдвину гипотезу Что песочный человек Песочный человек Он работает Что, он электро? Не знаю, я хотел Я хотел как-то смешать кварца И все, ладно У меня не получилось Забейте Стоп! Вы что, слышали его? Ну да Как же да? Другие-то нет Слышат только, как я на него бешусь Ужас! То ли еще будет Привет, Уилл с возвращением Здорово, Уилл Рад тебя видеть Вот ты и дома Если у меня есть расположенный перекусить Рекомендую фрукты Тут все говорящие Только электроприборы Остальные молчат О, так это части ее суперсилы Обалденно Что за прикол? Ну, такой вот прикол Она электрич? Я знаете, что поняла Что я смотрела в детстве второй сезон А не первый Да, ты говорила И поэтому я первый Ни хрена не помню А второй Ты говорила, ты говорила А если бы ты понадобилась маме? Скорее, сотня новых предков. Когда это началось? Когда вернулись из Кондракара. Что хочешь посмотреть? Комедию, боевик, мелодраму? Ого, что-то очень назойливо. Как быть? У них у всех отдельное сознание или это одно существо, которое управляет электромаркетными полями? Потому что такое ощущение, что это одно и то же. Он просто берет, вселяется в разные предметы, которые хоть какое-то излучение. Нет, они одновременно все разговаривали. Это, скорее всего, разные. Ну, короче, смотри. Вырвать шнур пройдет? Девчонки, это потом. Что нам делать с Элеон и с полицией? Разве надо что-то делать? Вряд ли ее найдут. Ведь она и Брауны сейчас на Меридиане. Зачем лишние переменные в уравнении? Должна признаться, что я согласна с калькулятором. Привет всем. Девочки по домам. Сейчас же. Вилл наказана. Пока, Вилл. Увидим, Вилл. До свидания, мисс Вендом. Ладно, Вилл, до сих пор не скучай. Мам, это так унизительно. Не у... Блин, мать вообще еще с первого сезона калила обстановку. Она никогда не... Пространство дочери не разделяла, не уважала его. Сейчас происходит ровно то же самое. Ну, плевать. Ну, и что... Ну, хорошо, можно же как-то все равно по-другому сказать. Как-то вот аккуратненько. Ну, учитывая границу территориальной. Самое унизительное то, что может произойти, это любая вещь, которую делают публично. То есть, если что угодно делают при твоих друзьях или при твоих одноклассниках, учителях. У тебя стыдят. Это просто самое стремное. Если тебе вот просто наедине скажут, там, родитель или учитель что-то, это вообще не страшно. Но когда это делают при всем классе или при каких-то других друзьях, это же верх бестактности какой-то. Обосрали, мать. Но вдруг не зря. А вдруг зря. Мы не знаем, что Вилл сделала. Ну, контрольную завалила. И все? А, ну да, да, точно. Тельнее, чем звонок твоего учителя. Надо же, ты жульничала. Неправда. Дин сказала Ноэ. То есть, мистер Коллинз. Я? Ну, ты не поймешь. Потому что ты со мной не делишься. Вилл, я понимаю, переходный возраст. Но возьми себя в руки. Это... Какая бесчачья мать. Ну, а как с тобой делиться, если ты никакого доверия не вызываешь для того, чтобы с тобой делиться? Я понимаю. Ладно, хорошо. У Вилл сейчас у нее... Что у нее еще? 14? 13 лет. Ну, да, да. Куперта, да? Да, блин, очень удивляют родители, которые говорят, ты со мной не делишься. А когда ты делишься, это все потом в ссоре используется против тебя. И ты такая, ну, окей, я не буду больше ничего говорить, потому что мне не надо, чтобы мне это возвращали потом. Ясно. Ирма, почему не сказала, что Эллион пропала? Ванна, она ведь твоя подруга. Пап, она отдыхает. У нее долгие каникулы. У нее долгие каникулы. И сейчас отец начнет заподозривать ее и ее подруга в убийстве. И узнает, что чародейки существуют. Да нет, просто начнет. Он же не понимает, что есть магия или что-то в этом духе. Он же по вечерам за окна не выглядывает. Что они ее убили? Да, да, да. И скрывают где-то труп ее. Да нет. Ну, он же, понимаешь, у человека уже суженная парадигма. Да, мышление только в контексте. У него профдеформация. Он уже все, типа, или закопали, или куда-то отвезли, или подставили, продали. Все, тут вариантов вообще нет. И причем он докопается. С аквалангом. Она на Боробора. Кто тебе сказал? Ну, Вилл. Что еще она сказала? Эллион не звонила? Или ее семья? Приходили открытки? Почему всегда допрашивают меня? Не лучше ли вцепиться в Криса? В Криса! В Криса! Поговорим позже. Сейчас мне надо перемолвиться с Крисом. Что за... Разве я... Я могу... Я потеряла до речи. Что за прикол? Ну, ладно. Вилл раньше вообще никакими силами не обладали. И на фоне ее бесполезности появляется новая какая-то... Способность. Ну да, да, да. А у девочек и так дофига всего было. И еще плюс... Не само внушение, а внушение. Интересно, что будет у Корнели. Корнели как-то себя проявляла в прошлой серии? Я что-то не помню. С дополнительной стороны. Но она... Ну, она выросла, но это было из-за того, что... Она все не контролировала. Да, эмоции не контролировала. Алло. Нет, извини, Ирма. Вилл на неделю недоступна. Вот именно. До свидания. Можно предположить? Нет. Это все ты виноват. Пожалуйста, не надо. Тишина в классе. Короткое замыкание. Надоел. О, чудно, песочник. Вот и улика преступления. Чтоб они реально хотят Уилл подставить. Ты был не так уж и не прав. Я не понимаю, как это работает. Одиннажды, единнажды оживленный ей предмет навсегда таким остается. И не важно, насколько далеко он от Уилл. Да, люди не слышат, только чародейки. И те люди, которые как-то связаны, видимо, с магией. Почему? Ну вот вопрос. Ладно, хорошо. Это аргументированно, правда. Вам зачитали права. Уилл? Это детективы Медина и Мартинон. Они зададут вопросы о семье Эллион Браун. Известно, где они. Конечно. Это все знают. Катаются на лыжах, в Альпах. Кто вам это сказал? Корнелия. Ну, Хайлин слышала, Брауна в Австралии. В глухих краях. Там и связи-то нет. Их реально подозревают в убийстве. Серьезно. Они вообще, показания их не сходятся. Вообще, могли бы договориться, пока там сидели. Но они не знали, по какому вопросу их вызвали. Ну, они догадываются, они знают, что... Хотя Ирма-то могла созвониться со всеми и сказать, что... Да в смысле? Девочки под нас начали копать все. Они уже в нем знали, что в полицию обратились. Это странно. Не знаю. Всю эту озабоченность полиции как будто вытащили из-под полы для того, чтобы... Правда, странно. Сколько, кстати, может быть, я и не прав. Сколько времени прошло с того момента, как Эллион пропал? Ну, полгода где-то. Да? Мне кажется, да. Такое ощущение, что был достаточно продолжительный период. Потому что со второго сезона, там где-то... Ой, с первого сезона, со второй половины первого сезона она пропала. Еще серии 5 на нее забили. Неизвестно, сколько время прошло. И под конец еще там уже зима наступила. Да, 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 да. То есть, ну, полгода где-то, мне кажется. Ирма сказала, загорают на Гавайях. Бора-бора! Это точно! Бора-бора! Вы не повторите свой вопрос. Да, они явно что-то скрывают. А может, ничего не знают и повторяют сплетни. Простите, вы из полиции? Да, а ты кто? Я хочу помочь, но я боюсь. Не надо. Мы же с тобой. Это те пять девочек. Притворялись друзьями Эллион, но ненавидели ее. В последний раз они Эллион провожали домой. Сказали, что ее сюрприз ждет в ее подвале. Тебе надо на занятия? Спасибо за откровенность. Охренеть. Ладно, хорошо. Дети могут быть злыми, подростки. И могут там как-то причинить вред своей сверстнице. Что они сделали с родителями? Тоже убили их. Ну, это трафик, да? Пять кровожанных девушек. Вообще неправдоподобно, не подростки. Просто зачищают город. Я тебе скажу, сплетни, слухи. Сегодня поговорю с Эрмой. Может, и вспомнит что-то еще. Хорошо. А я возьму ордер на обыск подвал. Квадратный корень из 4096. Ой, мне бы настоящий калькулятор. О, привет. Я тут... О, точно. Понимаю, ты хочешь защитить подруг, но не надо при этом лгать. Я не лгала. Ты со мной разговариваешь, как с преступницей. Ничего. Нужны причины. Первое, последние месяцы ты ведешь себя странно. Второе, все время исчезаешь. Третье, по словам Мелинды... Что за Мелинда? Неважно. Отвечай на мои вопросы. Живо! А-а-а! О, сантехнику! Как я вам рада! Мой папа... Устроил тебе форменный допрос? Да? Откуда знаешь? Тара не стала телепатом. Может влезть к любой из нас в голову и транслировать мысли остальным. Чего? Ну, у всех новые силы появляются. Тара не стала телепатом. Подожди, а Ирма тогда кто? Ирма внушает свои мысли. Я так поняла. А Тара не нам показывали, что она стала телепатом? Нет, вот они только об этом рассказывают. Моя личная радиостанция. Жаль, вещает только на вас. И жаль, она не вещала утром. Мы бы согласовали свои версии. О, нет. Ты не вещала, что мне нравится Эндрю Хорнби? Эээ, нет. Уже незачем. Все забыли. Смотрите, что я могу. Я как воздух. Я невидима. Пока не захочу. Что у нас с силами? Они так выросли. Я без труда налила крытый бассейн. Рассказывай. Я всесильно после Кондракара. Слушай, что-то прям сейчас шквал шуточек пошел. Очень классно. Кондракар, точно. Сохранение энергии. А можно сказать по-простому. Помните, в Кондракаре совет снял завесу? Питавшая ее мистическая энергия должна была куда-то деваться. Она наполнила сердце Кондракара и нашей Аромеры. Так вот, почему я задружила с домашней техникой. А я пробила трубу и задурила голову папе. И моя сила расшалилась. Да, все мы что-то увлеклись. Папа начнет меня искать. А как сила Корнелии проявляется? Просто х2, х3. Она раньше не выращивала такие большие цветочки, как в прошлой серии. В заставке? Нет, помнишь, в прошлой серии они победили пятерку? И бабка их стыдила. Я бойкот этой бабки объявляю. Надо выяснить, что за Мелинда такая. Я знаю. Она новенькая. Вроде нормальная. Так зачем ей нас поставлять? Слышишь? Там пусто. И, судя по плану, стена новая. Ну, придется идем разбираться. Это песочный человек, да? Просто стал стеной. Да, в целом, да. Да, да. А как это в план внесли? Какой план? А, все, я понял. Был старый план здания, а здесь этой стены как бы быть не должно. Ну, и она сказала, судя по плану, эта стена новая, все. А я подумал, что план обновили. Забейте. Выясним, что известно девочкам. Кажется, земные власти подозревают наших стражниц в том, чего не было. Вот им и улика. Ах! Я не знаю, как вы это сделали. Не знаю, зачем, даже не знаю, когда. Но я знаю, что вы упустили с той фальшивой стеной. В смысле? Ах! Откуда тут мой калькулятор? Мы были в доме Браунов. Ясно, что вы не откровенны. Ну, да. А, я должна сказать, можно мне водички? Эй, пакет не трогать. Хорошо искренне. Стражницы, я, мы, мы вместе. Прикольно. Ну, типа она одна сейчас превращается. Ну, да, это же на радиус распространяется. Она одна превратится, девочки нет. Она какой? Я не помню радиус. Ну, типа... Ну, типа, если они далеко, они не превратятся. Надо спешить, пока полиции не хватилось. А почему здесь? Вот-вот вернется моя мама. А она судья. Ничего. Номер Вилл у меня в памяти. Теперь болтает и мой телефон. Алло, Вилл на первой линии. Вилл Вендом, тебе отказано в пользовании телефоном. Это экстренный случай, Эд. Дай мне Сэмми. Вилл, берегись, они подставляют тебя. Кто они? Огромная подвижная куча песка и девочка Мелинда. Как удобно. Как удобно, что им подложили в калькулятор еще и телефон, как вторую улику. И они такие, а, здорово. Нет, это Вилл положила телефон в пакет. Ну, я говорю про тех следователей, которые там должны были обнаружить единственный калькулятор, а там еще оказался и телефон. И они такие, ну, нормально. Нормально. Ну, а что? Нормально. Чем больше улик, тем лучше мы расследуем. Они подбросили меня полицейским. Похож на знакомого песочника. А это новенькая с ним. Спорим, Мелинда, это Миранда. Мы остановим их. Уф, сила выросла. Да? Офигеть. Думаешь, план сработает? Сейчас мы это выясним. Рада, что вы пришли поиграть. Новенькой трудно заводить друзей. Мы вас ждали. Преступники всегда возвращаются на место преступления. Может, лучше зайти внутрь, а то нас увидят и... Разоблачат навсегда, разрушив вашу жизнь. Отлично. Ага. Надо с ними заканчивать. Эй! Эй! Песочник действительно сложный противник. Да. А если намочить его? Тогда он будет грязный. А если Тарни его просто сожжет? Сожжет. Песок горит? Он не горит. Это же минерал... Смесь минералов просто переструктурирует. В стекло превратится. Окей. Ну все, дедочка. Конец играм. Где скрывается вилл? Или хочешь поговорить в участке? Мактинон. Соседи Браунов жалуются. Шум на их участке. Выезжаем. У меня есть информация. Расскажешь по дороге? О нет! О да! Стри вещи! А я хотела по-хорошему... Фу, выделение Ирбы. Ой, это как ее? Меринда. Меринда, да, Миранда. Они должны, по идее, сейчас подставить как-то меринду. Да. Иначе их инкогнито не может быть раскрыто, по идее? Не может пока что, у нас третья серия. Да, 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 не может. Ну, прям интересно, как у них это получится. У Браунов все спокойно, у Браунов все спокойно, у Браунов... У Браунов что-то не так. Утечка газа? Много пауков? Скоро узнаем. Не охладили пыль? Вот жар! Огненный столб – это не просто жар, а что-то библейское. Нужна помощь! Огонь! Замри! Ой, я сама! А вот так? Миленько, да? И он. Нирма, жди в машине. Да, не очень-то. Я их и задержала. Нам надо в аэропорт. В аэропорт. В аэропорт. Нам надо в аэропорт. И мне так кажется. Гении мыслят параллельно. Закрой глаза! Нужен ветер! Действует! Как держать? Им не обязательно в целом подставлять меринду. Могут просто прочистить мозги всем. Ирма может тупо одна это сделать. Пока счет 1-0. О, брод. Мерзко. Фу, хоть знаете, из чего это состоит? Мерзко. Песочник остается проблемой. Может, сумею блокировать его под землей? Хай. Спасибо, Хайлин. Я ни при чем. Это значит, я тоже могу больше. Телекинез. кай прикольно что они вышли за границу своих четырех стихи 4 4 5 я почему-то вел посчитал за стихию не так мне нравится что это не продолжение какого-то допустим больше огня до больше цвета это кардинально другого ладно это научились делать стражницы когда посетили небесный этот дворец их научили пользоваться складками в завесе а сейчас завес это пропало и теперь они тоже могут перемещаться как хотят завесы нет я не по нет эту привилегию им дали те чуваки лысы а я поняла что нет теперь завесы нет и можно вообще свободно перемещаться нет это могут делать только что-то вроде стражницы если моей теории верно я больше чем уверен что это так то бабка бывшая стражница она может открывать складки в завесе так сейчас не бабка открыла вот и поэтому задаюсь типа кто открыл с той стороны на завесу бабка вытащил их напомните зачем нам понадобилось в аэропорт вижу ее ну все ты пойдешь с нами вы хоть знаете в чем меня обвиняете она сбежала когда мы собрались допросить ее правильно вилл ирма альон она тут альон ты не представляешь как нам тебя не доставала здорово что вы встретили меня знакомьтесь мой двоюродный брат калиб а там мой зверек виноват это просто недоразумение с тобой слишком сложно что-то закрутить это реально застук на поверхность причем они телепортируются очень просто между вообще дичи типа нет проблем прям сразу во дворец нырнуть весь день суп от хвост есть и светлая сторона она пропала мы нашли мы с вилл убедили албарна и мирадель то есть браунов что надо закончить школьный год но я буду на связи с опасность или не скучно вытучить уроки а учебники интересные проекты в канализации я беспокоилась о тебе извини алкими поездка немножко затянулась подожди я тебе все расскажу а кто остался править на грядиане если эллион ушла учиться родители не сидит ну должен быть какой-то человек наверно какой-то рядом с ней стоял типа десница десница был охранник точнее охранника войны сопротивление его кажется еще в первом сезоне показывали что я натворила съела последнюю котлету на поделом мне прости что потрепал тебя нервы да ничего я правда вела себя странно может быть я просто подросла ну мне остается лишь гордиться тобой простите сэр я сегодня смотрела дневник дочери прогресса в учебе никакого ее будущее для меня важней она не прижилась здесь да я прошу о переводе в другой город ни хрена себе мать вообще кокнулась окончательно в город для недоразвитых чего ты сказал что она не прижилась у нее есть друзья у нее есть социальная какая-то жизнь она просто завалила один экзамен контрольную не экзамен контрольную ну хорошо два три неважно ну проблема у человека с математикой ладно хорошо уил настолько тупая что она не может вывести даже на троечку а при чем здесь плохая успеваемость и не прижилась по каким критериям она поняла что она не прижилась не прижилась в учебной системе или мать страна у нее пять подруг с которыми она постоянно общается более того никаких сигналов о том что ее в школе буллит или происходит какая-то правля вообще нет отсутствует у нее хорошая социальная жизнь которая она 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 свидетель того что у нее все хорошо что вообще это мать больная она превратится в ту бабку тебе не стыдно классная серия столько нового произошло по крайней мере нам сила нам сила показали это прикольно не знаю мне мать и бабки сегодня конечно подожгли жопу спасибо что посмотрели с нами эту замечательную третью серию опять же напоминаю что ваши замечательные арты могут оказаться на обложке достаточно просто подписаться в телеге там будет пост вы сами сориентируйтесь поймете как это все легко и делается поэтому милости просим участвовать в этом замечательную flash моды мы будем смотреть четвертую серию пока не точно не скажем когда мы обещали что мы будем смотреть это на трансляциях но как видите у нас здесь все буквально состоит из я не знаю только вот собрали быстренько эту студию еще не факт что у нас интернет потянет для трансляции мы даже боимся но пока хотим сейчас на данном этапе у идея что все таки интересные такие тяжеленькие сюжетные проекты а я именно чародей к этим и причисляю смотреть все таки наверное под запись проекты которые такие более лайтовые допустим как папины дочки там какие-то ситкомы которые в целом не завязаны на сюжет не завязаны на какие-то там размышления можно в целом такие пускать на трансляции поэтому вопрос чародейками сейчас для нас открыт скорее всего мы будем все-таки под запись его делать они трансляции это пока наши мысли пишите что думаете я думаю мы сделаем голосование и в целом сможете как-то этот вопрос тоже вместе с нами про проконтролировать проучаствовать спасибо ставьте обязательно лайки под этими видосами потому что это помогает нам понять что конкретно этот сериальчик нам надо смотреть от какого отказываться проектов очень много вы просите снимать и то и пятое и десятое и от некоторых приходится отказываться в силу того что нас просто не хватает по лайкам мы определяем нравится проект или не нравится допустим аватар за лайканы просто идет дальше ну все ребятки спасибо что были с нами пока пока